всех приветствую моих родных любимых и сердцу моему дорогих веганов-христолюбчиков ну и всех кто попал на это видео всем желаю всего самого доброго и светлого в вашей жизни у нас с вами сегодня на повестке дня третий вопрос оправдание труп ажоров о том почему они хотят становиться веганами ну или вопрос веганам почему они веганы да по сути как оправданием ну и звучит он так мне нравится сам ролик я назову не веган потому что мне нравится вкус животных продуктов или горта на бесе ну и вопрос звучит так или оправдание мне нравится вкус животных продуктов все мое я выше всего людям нравится вкус бекона жареного цыпленка сыра в пицце когда-то я тоже был таким я тоже обожал вкус животных продуктов но я стал веганом вовсе не из-за того что мне вдруг разонравился их вкус читаю я статьи из книги это землянина английского проповедника читая потому что я с ним совсем согласен беру его книгу для чтения за основание для своих проповедей 11 лет на тому назад я тоже покаялся в грехе чего убийство животных чревоугодие горта но бесе я я покаялся в отличие от псевдо христиан под именами православные католики протестанты и же с ними все я покаялся деятельно и перестал это творить я не зря на заставках поставил такие картинки мне нравится вкус животных продуктов а кто скажет что ему не нравится но есть люди которому на природном уровне нравится у меня даже как у вегана до сих пор из растительной пищи есть продукты овощи фрукты которые ну по природе почему-то мне не подходит я не могу есть чеснок вот так вот в открытом виде я могу его есть только когда он разварен где-то уже в воде то есть отдал всю свою эту силу да и тогда я я люблю чеснок но только в таком виде или где-то там сильно-сильно перемешан в салате в небольшом виде да я не могу как есть люди которые спокойно кусают лук я не могу его так есть я не могу просто так есть лимоны в том же сам то есть да есть какие-то мелкие особенности у нас у людей кому-то что-то подходит даже начала на природном уровне мне от чеснока мне именно даже называют начинается рвота но чуть ли не аллергическая реакция в таком вот если его прям живом виде тем более он бывает видимо тоже разный бывает ядерный невозможно просто есть по поводу мяса я тоже став своих проповедях говорил что я не могу сказать что мясо невкусно что я его до этого давился до покаяния нет конечно же я могу сказать обратную вещь когда я много слышу от веганов часто что да теперь меня тошнит я там чуть ли смотреть не могу чувствовать не могу там запах где-то чувствую меня уже отвращение там еду мимо этих лотков с мясными с частями трупов тел убитых животных меня тоже ворачивает я согласен эмоциональная связь она есть у меня и конечно же если раньше у меня грубо говоря да начинались слюни выделяться когда там где-то чувствовал запах какого-нибудь чебурека с мясом дату сейчас конечно же так как у меня на эмоциональном на психологическом умовом уже вот этом кто-то вибрационным любит говорить с чем угодно как угодно назовите в общем я сам поменялся я внутренне я поменялся то действительно у меня тоже сейчас у меня ко всему этого отвращения можно сказать даже на природном уровне хотя возможно я возьму в рот кусок этой плоти и ну вкус да вкус да но возможно даже психологический барьер который будет стоять том что я то знаю что это такое у меня будет вызывать отвращение потому что в принципе я понимаю что это плоть и это убийство за которые за ним стоит и мне будет плохо от этого и суть вообще не в этом я тоже поговорил чуть более подробнее чем я здесь написал веганом становится настоящими веганами не потому что мясо вкусно и невкусно кого-то действительно у кого-то молоко не переварится кому-то вкус не нравится или молочных конкретных продуктов там сыворотки чё сейчас только не продают там просто квашина он что-то может что-то не может употреблять веганство не о вкусе веганство это любовь к животным самое настоящее а любовь не причиняет ближнему зла любовь защищает добро и становится против зла людям которые говорят что хотят становить не хотят становиться веганами потому что любят вкус животных продуктов я задаю такой вопрос для вас вкус важнее жизни как вы считаете ваши вкусовые предпочтения важнее страдания и жизни живого существа слушайте казалось бы такие простые вопросы как на них легко ответить любому здравомыслящему якобы доброму про религиозников я вообще молчу эти люди должны будучи святыми людьми верующие в любого бога в любого которого они называют любовью неважно может ответить на этот вопрос очень легко ну вот пять минут моего вкуса на одной чаше весов и жизнь жизнь который невозможно вернуть которую мы не давали и прекратив который него не можем вернуть кто из людей умеет воскрешать мертвых животных покажите мне вы кто убиваете умеете не пять минут моего горта на бессе и жизнь бесценная жизнь которую вернуть невозможно как вам чаши весов по-моему нас должна вот так вот рухнуть в небеса улететь смерть так скажем да и перевесить чаши жизни у нормального человека по идее не должно возникать вопроса что дороже жизнь живого чувствующего существа или мое наслаждение ну казалось вот мы говорим об этом я вам говорю я записываю эти ролики а сам думаю вот это вот как это объяснять как еще жизнь смерть слов новых я в каждом ролике вам будут повторяться новых не придумаешь смерть плохо у плохо это тоже слово это плохо это боль у боли есть понятие мне ну кто его испытывал первоопределение есть такое понятие они необъяснимы их нельзя еще разложить на составные все что такое боль как ребенку понять что боль он растет его кто-то ударил и мама гаима он учится говорить и вам горит это больно надо говорить что мне больно а так более тот когда мне плохо на 5 плохо это тоже уже слово это слова первое определение ездит двусоставные слова трех состава есть приложение а слова означающие первое определение их невозможно ни на что разложить они и так имеют слишком маленькую узкую направленность все даже добро и зло мы якобы пытаемся расписать уже что это такое но боль все мы назвали это вот реакция неприятная реакция на внешний раздражитель наслаждение наоборот приятная реакция на внешние раздражители все это просто есть этот искок не объясняет просто пережить надо один раз почувствовать наслаждение и страдание но казалось бы выбор у нормального человека у нормального адекватного человека тем более тем более я всякую каких-нибудь верующих людей у христиан которым я себя называю но никогда не причисляю себя к религиозникам под именами православия протестантов и католиков и иже с ними всеми этими сектами потому что они опозорили христа они опорочили бога своей жизнью у таких людей якобы алчущих и жаждущих правды якобы исповедующий что бог милостивый в некоторых якобы религиях под именем христианство хотя там от христианства одно и только имя осталось что бог есть абсолютная совершенная любовь они свою жизнь показывают что их не бог это дьявол их отец дьявол иисус прямо говорил о таких же лидерах иудейской секты по делам вашим ваш отец дьявол ваш бог дьявол потому что то что вытворяется на скотобойнях на молочной промышленности такое вытворять может только дети дьявола нормальный человек этого делать никогда не будет дитё божье будет делать все чтобы это прекратить казалось бы выбор очевиден но нет мы настолько одержимы бесами страстями похотями мы не способны этого вообще воспринимать дело в том что довод о получении чувства наслаждения недостаточно для морального оправдания какого-либо нашего действия то что мне хочется мне нравится это не это не не может быть оправданием для творения зла это что такая за религия мое хочу делай что хочу некоторые некоторых китайцы могут сказать что не смогли бы перестать некоторые из китайцев могут сказать что не могли бы перестать есть собак но разве может это послужить моральным оправданием убийства и поеданию собак на самом деле это можно отнести к поеданию любых видов животных китам дельфинам кошкам ко всем животным которых мы любим так что если вы считаете такое оправдание достаточно для убийства одних животных то будьте последовательны и примите это оправдание ко всем животным над чем нам действительно стоит задуматься так это на тем что неудобства ну мы следа понятно даже не знаю стоит на не останавливаться опять-то мысль что но помните из первого вопроса из второго вопроса фашистской идеологии и плюс пропаганды и просто общее зомбирование современного мира современного мира современности того человек в котором живет это было и сто лет и двести назад вы знаете очень часто нас почему-то истина у чайского общества меняется в соответствии с какой-то внешней аурой там кто-то неважно тому что же чуть ли не бесы во плоти власть захватили в какой-то стране или государстве какой-нибудь черное назвали белым что-нибудь да злой тьму светом и все остальные с удовольствием эту блевотину принимает и живут в грехе возле это все время сравнивает вы заметили там с китаем где собак едят потому что и кошек потому что сам он с англии ну я русский мне это близко тоже считать вроде как в россии не едят собак и кошек хорошо а чем это отличается то ну действительно в россии любой нормальный человек по идее он как бы тут нормальному государства кошку собаку я не буду есть ему скажут гамбургер с собакой там вот в той в той чебуречной продаются все плеваться начинают о чем вот китайцы также не хочет отказаться от вкуса этой собаки как вы не хотите от вкуса свиньи слушайте собачать мясо собаки от мяса свиньи сильно отличается вообще я думаю не отличается ну я имею ввиду так же как и и свиньи от телятины там говядины до кабанятины или чего там еще да какие-то отличия есть в плане вкусовых опять ну а объективно разницы никакой нет просто вкус ну другой хорошо пусть он даже другой как раз тем более чё же вы не разнообразить свои вкусовые ощущения радости давайте русские англичане давайте всех убивать что-то да какая разница киет собака это же новое ощущение новый вкус что-то ограничиваешь почему ты вдруг себе решил здесь предел поставить иди до конца тогда убивать все что движется слушать вообще ставить предел на животных я думаю человечатина не менее вкусная затягивает быстро разок-другой 3 и вообще оторваться не сможешь потом ты будешь то же самое петь те же самые песни я не могу бросить мне нравится вкус человечатина давайте людей можно сначала пока неугодных резать потом выводить может выращивать на фермах ну а что для мяса бог их разрешил выращивать для мяса почему нет я же могу если это сделать почему нет мы же их вырастили они же там не от кого-то родили сейчас придумают из пробирок ну и что чего такое живое существо над чем нам действительно стоит задуматься как это на тем что неудобства которые мы испытываем от перехода на растительные аналоги наших привычных продуктов ничто по сравнению со страданиями которым приходится испытать животных мы наслаждаемся вкусом обеда всего 15 минут если меньше гамбургер ты съедаешь за 2 секунды голодный на улице а смерть животного навсегда каждое животное убитое в угоду нашим вкусовым предпочтением было личностью которая страдала испытывала страх и боль хотела жить точно так же как вы как я как наши домашние животные которых мы любим и о которых заботимся вот еще раз чаша весов у вас на экране хорошо 15 минут да хоть час вашего удовольствия и жизнь цены которые нет жизнь невозможно оценить на самом деле это парадигма это абсурд вешать жизнь на чашу весов с чем-нибудь временным жизнь это синоним слова вечность бесконечность мы говорим жизнь мы на самом деле несмотря на то что мы живем все в до матрицы богом созданы чтобы мы познали цену жизни ну хотим не мы не хотим люди познавшись знать что смерти конечно в принципе не существует и поэтому у них уже слова жизнь сыруется слова вечностью но конечно у людей с помраченными умами такой ассоциации нету я сказал жизнь искал вечность бесконечность как можно оценить оценить значит положить предел во что я могу я могу оценить вот сколько на весах положили 100 грамм 200 килограмм есть конечная какая-то вещь вкус я только сейчас поел но хорошо еще и поел еще это конечные вещи это временно и как можно оценить жизнь это сущность это природа бытия плоть у животного ограничено душа бессмертно она вечна и у животных тоже бог есть вечность бог есть бытие он всячески во всем его невозможно уничтожить ни одну частичку его мироздания но наносить боли страдания его можно но получать удовольствие за счет его боли страдания можно жизнь вы никогда не уничтожите вы можете пытаться уничтожить бога иудеи пытались убить иисуса у них ничего не получилось он вечен он бессмертно все равно воскрес но они нанесли ему ужасную боль и страдания всеми деяниями как можно вообще повесить на весы жизнь которая бесконечна невозможно оценить ты взял такой отрезочек пытаешься оценить она еще дальше она еще вечность как ты будешь оценивать у нее нет предела невозможно на одну чашу весов положить жизнь и мои временные удовольствия удовольствия это временно пусть они чередуются одна за другим царство небесное это будет царство вечно чередуемых удовольствий то все как и в этой жизни мы пошли погуляли посмотрели порадовались удовольствие получаемую и наслаждение через восприятие красоты мира посредством глаз мы слушаем музыку сели или кого-то человека слышишь или птички поют ты получаешь удовольствие посредством слуха все это куда-то передается как-то на что-то воздействует и мы кайфуем и наслаждаемся да царство небесное царство любви а где любовь там радость там добрые дела там никто не делает никому зла там нечему страдать это царство вечного счастья но там не причиняет никто никому боль до удовольствие временные они чередуются и мы можем постоянно их получать но у них есть предел у самой жизни нет предела это просто сущность бытия истина бог и вы когда бог нам создал матрицу чтобы мы познали себя пред лицом добра и зла перед богом мы пытаемся убить самого бога убивая жизнь вы убиваете бога убивайте самую сущность вы отрицаетесь самого бога самого ее сущности любой животное дышит в псалмах кстати в библии так и написано не только до что бог вдумал дыхание жизнь своих человек в псалмах так и написано что твое дыхание жизни в каждом ноздре каждого животного я не помню точно какой псалом по цифре когда-нибудь надо его найти а то я его периодически вспоминаю и все никак цифру не могу запомнить всякое дыхание дохвалит господа как любит религиозники петь подобные песенки какое дыхание будет хвалить господа когда вы перерезаете ему глотку какое вы будете хвалить господа когда вам будет резать горло или за ноздри подвешивать под потолок вы будете хвалить господа любая кровь любой любые страдания выпьют к богу об отомщении они хвалят господа я особенно все будут все эти ролики как всегда тыкать христиан кому много дано стало много спросится вы богохульники вы антихристы вы предали истину и бога если вы христиане вы не веганы вы антихристы вы бесы как же это познать у вас на экране хоакин феникс феникс да а хоакин феникс или как он да я уже забыл его но актер известный он снялся в такой тоже социальной рекламы мы все животные посмотри на мир глазами животных какое право мы имеем забрать у животных жизнь оправдываясь только тем что нам нравится и вкус землянин пишет такую вещь которую знает по идее каждый христианин и исповедует и в теории должен жить по этому учению что сказал иисус как хочет что такое любовь и в чем весь закон и пророки в чем все золотое правило морали всем известная закон вселенной жизни бытия поступай с другим так как ты хочешь поступали чтоб поступали и поступили с тобой и не поступай и не делать другому того чего ты себе не желаешь люби ближнего а ближний любой кто с тобой близок не важно что это за живое существо на земле богом созданный как самого себя что пишет от землянин для того чтобы понять почему этот аргумент не может морально оправдать эксплуатацию убийства животных нам стоит поставить себя на место животных слушайте вот это это знает каждый христианин каждый неважно какой секте он относится они поступают по этому правилу не они так боятся ада дьявола бесов который будет жарить их воду а сами создали от будучи бесами и и детьми дьявола для животных для живых существ на земле и мечтают попасть в какое-то небесное царство вы попадете в ту яму которую вы копали другим вы боитесь и проклинаете сатану и поете господи избави нас от лукавого сами являясь на земле этими лукавыми бесами бог дал нам в жизни проверку как мы будем поступать дал все живой на земле в руки человека как образа и подобия бога как мы себя проявим богом тираном или богом любовью мы будем заботиться о них если вдруг в нас будет нужда хотя животные свободные ни в чем не имеет нужду и бог печется о каждой птичке но бог попускает чему-то и зла хватает на земле и бог попускает чтобы мы себя проявили как мы себя проявим мы не то что помогаем случайно нуждающимся на нашем пути жизни ближнему то есть животному какому-либо попавшему в беду мы сами устроили им от на земле мы сымитировали реально спроецировали от который ждет тех кто тех кто проецирует этот от реально на земле реально самом настоящем смысле слова если у кого-то скотобойня ассоциируется с небесным царством что я пытаюсь религиозникам вечно показать мне кажется человек совсем потерял голову у него вместо мозгов хорошую недавно картинку нашел в интернете у него лапша который он сам ест это какая-то жуть просто вы собственными руками сделали от вы в этот от сами попадаете вы потому что делать то что вы делаете другим вы сами все это получите ту яму которую вы вырыли вы в нее и свалитесь вы можете какие угодно песни петь и и какими угодными молитвами молиться это ничего вам не даст вы попадете туда что вы построили здесь на земле способность чувствовать боль способность сострадать испытывать страх и врожденное желание жить не является характеристиками свойствами исключительно одному человеку они абсолютно также присущи животным которых мы убиваем и едим нам нужно всего лишь на мгновение что нам нужно сделать на мгновение поставить себя на их место чтобы понять что их убийство ради вкуса невозможно морально оправдать что если бы мы были на ферме что если бы нас когда ты ставишь себя на место другого привезли на буйню могли бы мы тогда морально оправдать кого-то кто захотел бы лишить нас жизни только для того чтобы получить удовольствие от нашего вкуса от вкуса нашего тела мы не должны причинять боль страданий смерть животному который не хочет испытывать боль страдания смерть к тому же становясь веганы мы не лишаемся всех этих вкусов и текстур мы просто выбираем другой продукт в магазине на сегодня существует веганский альтернативу всем животным продуктом молоку мясу яйцам сыру это значит что все мы все также можем наслаждаться любимым вкусом без того чтобы эксплуатировать и убивать животных по поводу темы поступать с другими так как ты хочешь что поступали с тобой мне кажется вообще посты стыдным жалким и даже унизительным для себя когда я христианам пытаюсь объяснить что с божьим творением которое ты не давал ни жизнь ни питание нужно поступать так же как ты хотел бы поступать с собой я честное когда вот это говорю я чувствую себя просто униженным мне мне стыдно мне больно от того что я должен объяснять христианам я как христианин должен объяснять псевдо правда в моем понимании христианам о том что нужно поступать с божьим творением к творению которого он не имеет никакого отношения так как ты хочешь что поступали с тобой поэтому сегодня мы с этим закончим это переходит к вопросу точнее к мысли о том что практически все наверное вкусы там продукты в животном происхождении можно заменить и и продуктами не животного происхождения вы знаете получение самого удовольствия я в принципе еще раз эту мысль про дублирую что у вас она села в голове в получении самого удовольствия нет ничего злостного нет ничего сатанинского нет ничего плохого человек создан для радости то что мы получаем радость вкусовую в частности мы сейчас говорим дай мы в принципе от пищи получаем и эстетическую радость когда видим это и даже не эстетическую а вот ну как через зрение до эстетическую когда мы не просто так по на ляпали себя в тарелку обыча если заметить когда столы накрываете зачем их накрывают красиво посуду красиво и скатерть красиво вилки ложки красивые все ровненько расставляют очень по-разному ведь пищу не просто по на ляпают а какие-то делают чуть ли там вот именно не фигурки там не еще что то что там десертные блюда какие торты там что овощные что фруктовые все пытаются как-то интересно там уложить красивенько всякими формами интересными нарезать красиво на какие там шпажечки что-нибудь по наставить почему значит нам удар доставляет мы прежде чем даже садимся за стол нам уже сам вид нам доставляет удовольствие получение удовольствие это не грех это не зло зло когда ты получаешь удовольствие за счет чьих-то страданий запомните это раз навсегда это очень понятно и просто будучи веганом пишет это я продолжаю есть всю ту же еду которую ел раньше но подразумевает название еды да что он есть там сыр на это веганский сыр да и так далее и или что те вкусовые ощущения которые он там испытывал от продукта животного происхождения есть оказывается в природе или в человеческой кулинарии так скажем аналоги и продуктов из не животного происхождения я ем буррито начо таку лазанью макароны с сыром пасту соусом я ем хот-доги бургеры карри вог с огромным количеством рецептов веганских блюд в интернете это стало еще проще вы можете сделать любое ваше любимое блюдо веганской версии для этого вам понадобится интернет немного времени для поиска есть много недорогих ресторанов где предлагаются веганские блюда и даже целые веганские меню и с каждым днем их становится все больше и больше сегодня очень просто найти в магазинах веганские альтернативы привычным животным продукта ну как тут не согласится мы возвращаемся конечно же опять к весам в жизни столько удовольствия столько наслаждения продуктов конечно труппажору сначала кажется что веганы едят одну там одну траву одного вида да вот он вылез на огород нашел одуванчик и ест его в течение года но это глупость конечно это действительно оправдание уж когда человек конечно от этого греха отстает у него глаза то открываются и он видит насколько разнообразен и прекрасен мир и что ему жизни это земной не хватит чтобы даже перепробовать особенно в современном мире там сейчас у нас самолеты летают поезда практически уже тоже летают пароходы плавают и уж практически тоже летают с такой скоростью и в каждой точке света практически есть все что есть на другом конце света и тебе жизни не хватит даже это все перепробовать те жизни не хватит чтобы перепробовать все опять варианты кто любит готовить кулинарий да тебе всей жизни не хватит что все это готовить и наслаждаться получать удовольствие от всех этих цельных овощей там фруктов круп и прочих вещей и уж не говоря от их производной то есть блюд произведенных посредством человеческого творчества то есть кулинарии возвращаясь к весам хочется все равно эту мыс хоть об этом и говорится здесь на одной чаше весов бесценная жизнь ей нету вообще цены она в принципе вообще не может лежать на этих весах и моя похоть похоть просто неудержимая к ней мы сейчас в принципе уже с вами и переносим закончить я хочу еще раз еще раз с особым усилием подолбив именно христиан я сам христианин мне больно мне обидно мне стыдно за христиан псевдо христиан я конечно и говорю и так и сразу же оговариваюсь не стыдно что христианство смешано с грязью мне стыдно и больно и печально смотреть что христианство в топтали в грязь что христианство сделали мракобесием что христианство сделали сатанизмом самым настоящим в католицизме и протестантизме есть такое понятие но и в принципе в протестантизме но они там святы по вере с ними вообще тяжелый разговор да но в православии католицизме якобы супер грешники и любят вечно каяться есть такое понятие причем введенное великими монахами которые никогда не позволяли себе ничего подобного именно они внесли такое понятие как какой все знают чревоугодия ним тоже часто говорю естественно что те кто не могут от валиться от греха убийства животных ради пожеланиях трупов это обычные чревоугодники вы можете там поститься по праздникам по по церковным обрядом но если вы чем угодно то можете поститься от не суть важно от того что вы огурчик на помидорчик поменяли это тоже не суть важно а вот если вы не можете отвалиться от убийства животного тогда все ваши посты вот ноль ничего пшик более того все вы за это будет вкушать то что вы сеете вот эти монахи вели такое понятие как горта на бесе вы знаете прекрасное понятие очень хорошее и как я говорю двусоставное слово который очень часто отражает суть ничего даже не надо раскладывать вот я христа люб я люблю христа если я люблю я должен исполнять его заповеди а его заповеди чтобы поступать с другими как я хочу чтобы поступали со мной в этой заповеди весь закон и весь и все пророки и вся суть бытия вы трупажоры вы поедаете трупы убийств насильственно убитых животных вы кто это делаете из-за того что вы не можете отказаться от вкуса трупов убитых животных вы я говорю прямо вы бесы вас в горле вашей гортани сидит без вы не просто чревоугодники у вас там без сидит и здесь вы дети дьявола и я вам объясняю почему это не просто наезды не просто какие-то оскорбительные слова вас ваша же монахи называли такими у вас здесь живет самый настоящий без вы сами бесы и с такими сообщаетесь и ваша пасть бездонная это жертвенник на который вы готовы принести все ради удовлетворения похоти вашего беса и самих себе ничего для вас не имеет значения слезы неважно страдание неважно крики неважно жизнь да пофигу на этот алтарь этот жертвенник вашего отца дьявола вы готовы принести все даже жизнь которая есть бог бог есть жизнь вы бога закалываете во имя отца своего дьявола горта на бесе и у вас в горле без сидит и вы действительно в жертву этому бесу готовы принести все даже божий дар такой как жизнь и радость и счастье и веселье тех жертв которых вы убиваете вы так любите петь отче серафиме моли бога нас отче серафиме саровский православный святой последний кусок хлеба отделял для кого медвежат кормил в лесу франциск осийский католический ни одну пташку не обижал всех животных полюбил разговаривал с ним говорил что эти братья и сестры наши что вы делаете это ваши святые это самые великие ваши святые антони великий узнайте что он ел узнайте что он пил что говорил василий великий ваш великий учитель церкви один из трех разве что-то сменилось со времен рая так говорил ваш учитель разве может христианин вкушать что-нибудь кроме дозволенного в раю нет вам есть до этого дела нет ваш без помротил вам все у вас упала планка вы ничего не видите ими глаза вы ничего не слышите ими уши и вы ничего не чувствуете имея сердце и вы ничего не понимаете имею вместо мозгов лапшу все вас живет самый настоящий без без вы христиане вы не христиане вы не христы вы фашисты вы демоны вы для животных самые настоящие фашисты самые настоящие бесы вы пожнете то что вы сеяли в царство небесное ваши сказки ваших религиозников и ваших слепых вождей вам не помогут вам не помогут стихи из библии вам не помогут сказки про то что там бог поменяет нашу природу и мы там не будем никого убивать нет вас без здесь это школа жизни это проверка туда входят такими какими выходят отсюда вы не можете войти туда вы не можете войти в небесное царство вы похотливы и алчные чревоугодливый гортанобесные демоны вы не можете туда войти там нет таких как вы вы сожрете там все всех животных всех людей вы не способны войти бог не будет менять вашу природу иисус сказал каждый пожинает то что сеет каждый получает то что он заслуживает дерево судится по плодам это это сказки и бредни ваших и блевотина которую вы в себя вкушаете ваших слепых вождей точно таких же исполненных блевотиной вот досюда до макушки бог ничью природа не будет менять он не менял природа даму севы и не изменит ее вашу мы остаемся свободными творите зло во веки веков были такими изначально и останемся такими вечными и остаемся сегодня каждый день и вы сегодня решаете кем вы хотите быть и вы сегодня своими делами доказывайте богу и себе кто вы есть на самом деле иисус сказал что каждое дерево узнается по плоду а человек по его делу какие ваши дела скотобойни это ваше небесное царство это дело ваших рук вы финансии неважно своими руками вы делаете или финансируете это вы же сам себе мы не мало людей сами себе строить дом такие как я строю в основном все платите за то чтобы вам пришли строитель построили вот эти вот живодеры которые там работают они вам строят ваше небесное царство вы в него попадете в свое время вы строите себе от своими собственными руками что удивительно люди доходят до такого помрачения что они собственными руками роют себе могилу это удивительно это люди прикрываются всеми святыми я вам привел для православных и католиков один одних из самых знаменитейших и великих святых многие ли почитаются в католичестве величие франциск осийского немногие он в топе в тройке лучших но в пятерке я сейчас не знаю как там меняются приоритеты возьмите ваших православных святых монахов позволяли они себе такой что вы позволяете не вам ли они писали эти трактаты вы думаете вы будете петь им песнике они с вами рядом не сядут вас не будет там где они они возможны прожили святую жизнь а вы какую жизнь прожили это блевотина которую вам в горло впихнули ваши никудышные повара никого бог не прощает бог никого не судит иисус об этом никогда не учила не говорил иисусе договорил что каждый получает то что он сей ты можешь измениться здесь сейчас и сегодня да ты можешь к этому иисус призывал здесь сейчас сегодня изменить и твое изменение и есть твое покаяние не слезный не на словах таким иисус иоанн креститель его причете кричал порождение ехидны кто внушил вам бежать от будущего гнела вы слышите эти слова вы не слышите вы оглохли вы оглохли ослепли окаменели и отупели вы не слышите вы не слышите эти слов которые обращены именно к вам кто вам внушил а вам внушил ваши я говорю худые повара наварив и напитав а этой блевотины что якобы можно творить зло плакаться под полотенчиком у батюшки или в кибиточки католически и якобы вам чет прощается ничего никому не прощается бог никого не прощает и не наказывает каждый пожинает плоды своих дел бог лишь отделяет одно от другого плевел от пшеницы и в свое время к сожалению вы окажетесь там отделенными с такими же как вы тогда вы вкусите всю радость того бытия той матрицы которую создавали для других и это будет нерадостно один из ваших же великих общих святых и католичество и православие исаак сирин писал что до муки не вечные я с ним полностью согласен и сам так исповедую но гиена это ужаснейшее вместо и упаси меня бог хоть попробовать вкус и и а еще у вас же исаак сирин писал когда его спросили о том что такое ну или говорил неважно кто за ним записывал спросили что такое сердце милующее он сказал это то сердце которое уже не способна выдерживать или видеть страданий слез и тем более смерти хоть какого-нибудь живого существа на земле у вас есть прекрасные примеры но вы находясь в рабстве бесов добровольно к сожалению не хотите выйти из него мир вам кажется только хорошим только потому что в нем еще есть такие святые люди как веганы как настоящие христиане когда вы попадете в те места где уже их не будет когда будет великое разделение вы вкусите всю горечь того что вы сами делали другим с вами буду делать все то же самое что вы делали с другими людьми и животными природой вы не берегли природу вы попадете туда где вонь уродство и смерть и смерть вот так вот на этом у меня все всем я желаю покаяния деятельного покаяния и творения достойных плодов этого покаяния вот так вот населения он и он и и и и и и Продолжение следует...